Это не первый случай, как по комментариям. Не паспорт, а пластиковая карта с дыркой. Каргызстанцы стали жаловаться на качество паспортов, айди-карт с чипом. Проблема в чипе, который без видимых на то причин стал выпадать из самой карты. Так, например, у депутата Киминского, гурканиша Натальи Дубининой, эта проблема обнаружилась накануне, во время посещения отделения банка, со всеми вытекающими последствиями. Дубинину отказались обслуживать, сославшись на то, что паспорт без чипа недействителен. Это не первый случай, как по комментариям, я вчера читала, что пишут, даже женщина писала, что им с сыном пришлось на границе менять опять паспорт за 8 с отцом, то, что не пропустили. Многие пишут, что у меня такая проблема, у меня такая проблема. Это не одна моя проблема, не единичный случай в Кыргызстане. Не каждый народ выйдет, они не знают законов, они, ладно, пойду, будут ждать. А есть такие люди, которые не могут ждать. И также я очень сильно заволновалась за наших мигрантов, которые сейчас находятся за пределами Кыргызстана. Тай бог, если у них вот так же случится такой случай, они не смогут даже выехать в нашу страну, вернуться на свою родину. В госпредприятии Инфоком при ГРС, где, собственно, и выпускают ID-карты, в свою очередь говорят, что к ним еще никто не обращался с такого рода проблемой. По словам координатора проекта по изготовлению и поставке ID-карт, с каждой партии паспортов отбирается некоторое количество для тестирования. Если количество отбракованных экземпляров не превышает допустимого, то партия принимается. Также координатор отметил, что материал карты очень прочный, и повредить его довольно проблематично. Кроме этого, поврежденный чип, по его словам, не может стать причиной проблем для гражданина. Сломанный чип не является причиной для отказа прохождения каких-то процедур опознания человека на границе или в банках и так далее. Равносильно такой же паспорт, просто ему уделяется больше внимания при прохождении границы, потому что сам чип призван к тому, чтобы облегчить и ускорить прохождение процедур идентификации. Материал карты, по словам Абдекаимова, поликарбонат, что в разы повышает износостойкость по сравнению с более старыми из ПВХ. Абдекаимов говорит, что карта включает в себя и обязательные, и экстразащитные элементы, которые позволяют быть ей на уровне самых высоких мировых стандартов. А выпадение чипа может произойти, по словам специалиста, только по неряшливости пользователя. В случае, если человек уверен в заводском браке, то можно написать соответствующее заявление и отдать карту на экспертизу. Существует ряд процедур, которые впаивают чип в ID-карту, приклеивают клемму. Клемма при этом, нужно отметить, что она состоит из медной основы, то есть она достаточно гибкая, и она сделана заподлицо, то есть она не выпирает. Клемма, она только с одной стороны. С другой стороны, сплошная пластиковая основа. Только при длительном механическом воздействии можно, конечно, эту клемму продавить наружу. Но это крайне трудно. Кроме проблем с паспортами, бешкекчане жалуются и на многочасовые очереди в городских цонах. В отдельных случаях люди вынуждены ждать своей очереди по 5-6 часов. Сейчас мы находимся в одном из центров обслуживания. Население видим, что здесь достаточно собралось много людей. Особенно их много собирается во время обеда с 12.30 до 13.30. Сейчас буквально через несколько минут обед закончится, и здесь уже собралось примерно 200 человек, которые ждут своей очереди. А во сколько здесь уже в очереди сидите? Ой, вот долго, особенно 9 окно. Ну, там, если бы не пошевелели, и даже не переключалось. Вообще проблема есть? Ну, как видите, вот зал полный. Вот видите номерок, 7 щелетий, а там 50-й. А мы пришли, было 35-й только. Сколько вы говорите здесь уже? Да уже час-полтора. Сколько вы уже в очереди здесь сидите? До часа два, наверное. Там уже здесь прописано. Вот уже с января, да, с января вот ходим сюда. И именно проблема очередей какая? Ну, вот, да проблема такая же. Вот, посмотрите здесь есть. Сейчас сколько, говорите, сидите уже? Ну, больше, сколько, часа три, наверное, четыре. В инфокоме говорят, что пропускная способность около 800 человек в день. Но по факту приходят до полутора тысяч человек. Происходит это из-за того, что раньше человек мог обратиться в ЦОН только по прописке. А сейчас же человек может прийти в любой центр, независимо от прописки. Для решения проблемы в будущем планируется открытие дополнительных ЦОНов. В скором будущем, вот, на третьем квартале планируется открыть уже два ЦОНа, крупных ЦОНа. Это в Кеминском районе, в городе Кемин и в городе Кам. Думаем то, что разгрузить Бишкек с ГИС. То есть, они по-моему, все хотят в центральный, да? Да. Да, да. Они все едут в город Бишкек и из-за этого у нас очередей. Мы набираем сотрудников с высшим образованием обязательно. Потом мы после стажировки проводим тестирование. После этого тестирования они проходят на работу. То есть, мы просто так людей не набираем. В Министерстве цифрового развития же сказали, что даже в существующих ЦОНах ощущается нехватка работников, из-за чего и образуются огромные очереди. В настоящее время формируется резерв кадров 56 человек, который в ближайшее время будет готов приступить к работе. Буквально на этой неделе все вакантные места по республике будут сформированы. Мы эту задачу поставили приоритетной, так как знаем, что сотрудники должны работать в штатном режиме. Для этого все усилия были приложены. Я думаю, что этот вопрос по формированию штатной численности и формированию резерва кадров мы закроем буквально сегодня, либо уже до конца недели этот вопрос будет снят. Есть специально установленные квалификационные требования. Значит, сотрудник проходит тестирование в государственном агентстве, проводит собеседование. И, соответственно, мы также навыки, их компьютерные навыки, их навыкам освоения IT мы также проверяем. Отметим, что всего на сегодняшний день в Кыргызстане имеется 33 центра обслуживания населения. Из них в Бишкеке 4 крупных ЦОНа и 2 мини-ЦОНа.